Друзья, приветствую всех! Я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. Если смотрите у нас других ресурсов с телеканала «Прямой», нажмите на название. Там будет возможность подписаться на мой YouTube-канал. Каждую неделю Игорь Александрович Яковенко, известный журналист у меня. Игорь Александрович, благодарю вас, что вы нашли время. Спасибо, что позвали. Игорь Александрович, я бы хотела, чтобы мы с вами начали наше интервью. Вот снова появилась новая аудиозапись. Аудиозапись, в которой два бизнесмена ведут разговор друг с другом и жалуются на Россию. В соцсетях публиковали вторую запись телефонного разговора представителей российской элиты с критикой войны. Я так понимаю, что один из них – это бизнесмен близкий к Сечину, второй – бизнесмен-оппозиционер. Что вы скажете, о чём свидетельствует это видео? Я думаю, что это ещё одно окошечко, которое приоткрывает внутренний мир и состояние сознания тех людей, которые считаются российской элитой. Это российская верхушка, наиболее богатые, приближённые к власти люди. Было и так более-менее очевидно, что они ненавидят Путина, особенно после 24 февраля прошлого года, потому что после этого им жить стало хуже. Даже то, что некоторые из них увеличили своё состояние, несмотря на это, всё-таки в целом качество жизни всех этих людей ухудшилось. То есть они не могут спокойно ездить на Запад, не могут отдыхать в привычных для них местах. Они не могут теперь, ну, по крайней мере, так спокойно, как раньше это делалось, отправлять, покупать недвижимость на Западе, покупать там в Лондоне целые огромные особняки, отправлять детей учиться в хорошие университеты, пытаться как бы воровать здесь, а тратить там. То есть такая модель, она, в общем-то, на сегодняшний момент затруднительна. И разрушил эту модель, привычную модель жизни, один человек. Известно, что Путин принял решение о начале полномасштабной войны с Украиной единолично, ну, точно так же, как он принял единолично решение о оккупации Крыма. Но если оккупация Крыма, она, конечно, сказалась на жизни, в том числе и богатого сословия россиян, но, тем не менее, она все-таки не стала таким разрушительным концом привычного образа жизни. А здесь, да, здесь уже конец этого привычного образа жизни, за этого Путина ненавидят. Пока ненавидят, боятся, пока степень страха по отношению к Путину, она превышает тот страх перед возможным возмездием, который их ждет. Но постепенно вот масштабы этих двух страхов, они сближаются. И я думаю, что в момент, когда страх перед возможным воздействием станет больше, чем страх перед Путиным, на этом режим закончится. Но пока, пока они боятся Путина больше, чем последствий для себя его политики. Поэтому, ну, ненавидят, считают, но они говорят правду. Просто во всех этих разговорах, сливаемых, и разговор Иосифа Пригожина с Ахмедовым, и вот этот разговор, на который вы сейчас ссылаетесь, оба эти разговоры примерно одинаковы. Они действительно адекватно, более-менее адекватно оценивают ситуацию, понимают, что Россия несется вскачь. Пропасть, в общем, это понимание есть у практически всех людей, которые трезво оценивают ситуацию. Но вот российская верхушка не является исключением. Просто в этой прослушке мы услышали трезвый, нормальный анализ того, что происходит. Ну, понятная история, что, в общем-то, они надеются вернуться, надеются, они все говорят, что надо уезжать, срочно уезжать. Вот, 2023 год, это последний, когда можно успеть уехать. Ну, надеются вернуться, надеются, что через какое-то время кто-то неизвестный построит за них хорошую страну, и вот они смогут вернуться и там что-нибудь опять возглавить, где-нибудь что-нибудь начать воровать. Вот, с этой части трудно согласиться. А что касается общего прогноза того, что происходит в России, вполне адекватный прогноз. Игорь Александрович, а кто, как вы считаете, опубликовал эту запись? Кто прослушивал, кто сделал так, что она стала одним достоянием общественности? Опять-таки, приближенные к Путину, бизнесмены, уверенно говорят о том, как все плохо, и называют его соответствующим. Я не знаю, кто это сделал. Значит, это могли сделать какие-то структуры, так сказать, оппозиционные. Я не думаю, что это зачем-то сделало. Ну, я бы сказал так, власть здесь вне подозрений, потому что понятно, что публикация подобного рода материала, она, в общем-то, не идет на пользу власти, поэтому все, что связано с властью, здесь надо исключить. Ну, остаются два варианта. Либо это какие-то оппозиционные структуры, там, я не знаю, не буду перечислять, чтобы не обидеть остальных. Ну, и вполне возможно, что это конкуренты. Конкуренты для того, чтобы подставить, для того, чтобы, ну, самый простой способ написать занос, это слить подобного рода телефонные переговоры. Мы с вами часто в интервью обсуждаем частные военные компании. И вот тоже накануне, когда я готовилась к интервью с вами, я посмотрела видео, где частная военная компания «Потокник» обвиняет частную военную компанию «Вагнер» в том, что последние выступают в роли заград отрядов и угрожают расстрелом. Игорь Александрович, что происходит с этими частными военными компаниями? Как вы можете спрогнозировать перспективы? То есть вот уже начинается огромная агрессия, они идут друг против друга. Что будет дальше? Как вы это видите? Действительно, сейчас создано более 30 частных военных компаний. Идет на наших глазах приватизация армии. Это такой своеобразный, я бы сказал, уникальный процесс. Вот, не так часто встречающийся в истории, когда просто армия, которая по определению должна быть государственным предприятием, вот она сейчас приватизируется. Причем, что интересно, частные военные компании создают даже не только какие-то коммерческие структуры, типа «Газпрома», чтобы хоть как-то понятны для защиты собственности. Но и частную военную компанию создает министр обороны Пригожин. Министр обороны Шойгу. Так вот, министр обороны Шойгу создают частную военную компанию. Вот в нормальном, так сказать, разумном мире возникает вопрос, зачем министру обороны, у которого под рукой армия, создавать еще какую-то частную военную компанию? Чего ему не хватает? Не хватает будущего, не хватает уверенности в том, что он, так сказать, завтра неизвестно как все сложится, и нужна структура, которая подчиняется лично ему. И вот такими структурами являются частные военные компании. Так что, значит, я думаю, что все эти компании, вот это вот изобилие их, которое сейчас мы наблюдаем, оно предназначено для того, чтобы, когда все закончится, когда Россия проиграет эту войну, я думаю, это понимают в той или иной степени большинство российских политиков, но война переместится внутрь России здесь, так сказать, в мафиозной войне за передел собственности и территорий каждый должен иметь какую-то отдельную армию. Вот такие отдельные армии создаются. Что касается качества этих и внутренних каких-то распри и дрязг, то они будут, собственно говоря, они и создаются для того, чтобы воевать друг с другом. Значит, ну, качество, если частная военная компания «Вагнер» это, в общем, ну, пожалуй, наиболее подготовленные российские войска, то остальные создаются без какой-то гарантии качества, потому что ЧВК «Вагнер» формировался и выковывал то ядро профессиональных военных в целом ряде войн. ЧВК «Вагнер» участвовали в боях, начиная с 2014 года на Донбассе против украинской армии, ЧВК «Вагнер» участвовали в боях на Ближнем Востоке, в Африке, в Сирии и так далее. То есть, на самом деле, это подготовленные люди, которые действительно, ну, кое-чего стоят. Что касается всех остальных ЧВК, то они формируются, что называется, из подручного материала. То есть, из обычных мобилизованных, не имеющих никакого опыта войны. И поэтому, конечно, рассчитывать на то, что вот было одно ЧВК «Вагнер», и там были какие-то успехи, а вот если создать 30, то будут успехи в 30 раз больше, и это не так. Потому что, если обычного военнослужащего, срочника или мобилизованного, просто передают, так сказать, в какой-то ЧВК, где нет боевого опыта, то толку от него также немного, как и на фронте в составе вооруженных сил Министерства обороны. Так что, ну, в целом, это, конечно, такое создание вот этих вот изобильных, изобильного количества ЧВК, это взгляд уже за спину Путина. Это расчет на выживание после Путина. Игорь Александрович, в преддверии нашего интервью, вот расследование вышло в медиа Верска, она опубликовала это расследование, название расследования, как Путин возненавидел Украину и решился на войну против Украины. Там очень много фактов, но вот мне хотелось бы с вами обсудить несколько. Значит, вот в 19-м году на встрече в Париже Путин рассчитывал на капитуляцию Украины, но этого не произошло, Зеленский его высмеял, это цитаты все. Последней каплей для Путина стало закрыть телеканал Медведчука, который вели пророссийскую деятельность в Украине. Решение о подготовке к войне было принято в конце февраля, в начале марта 21-го года, за год до полномасштабного вторжения. Его убедил в этом Ковальчук. Ковальчук убедил его в том, что Запад слаб, а Медведчук заявлял, что Украина слаба и лояльна. За три месяца до войны в Кремле уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. Игорь Александрович, вы читали ли это расследование? Что вы думаете по этим тезисам? Мне интересно ваше мнение. Да, я читал это расследование, и в этом расследовании смешаны факты и некоторые домыслы. Ну, домыслы в хорошем смысле. Не то, что домыслы, это не всегда плохо. Это интерпретация, это публицистика, это попытка понять и так далее. Но понимаете, когда делаются такие категорические утверждения, что окончательно убедил Путина начать вторжение Ковальчук, ну, сразу возникает вопрос, а эта информация чем подкреплена? То есть, автор расследования сидел под столом в тот момент, когда Ковальчук убеждал Путина совершить вот эту агрессию? Или, так сказать, он обладает возможностью прослушивать кабинет Путина? То есть, это все-таки, мне представляется, это не очень убедительно. А во всем остальном, да, действительно, ненависть... Ну, я бы сказал, что все-таки, опять-таки, крайне негативное отношение к Украине сформировалось значительно раньше. И это было до 2014 года. Потому что понимание того, что Украина, так сказать, не будет в составе России, и понимание того, что Украина является главным барьером для воссоздания СССР-2, то, о чем мечтал Путин, я думаю, что это понимание пришло значительно раньше. И ненависть к Украине, она формировалась, скристаллизовалась, и в результате привела к тому, к чему привела. Вот здесь... И я думаю, что все-таки замысел начать войну с Украиной, он у Путина, полномасштабная война, он у Путина сформировался значительно раньше, чем это указывает автор расследования. То есть, достаточно послушать его выступление, чтобы понять, что это было устойчивое такое чувство, лютое, и Путин просто ждал удобного случая. Вот в 2014 году таким удобным случаем стал Майдан, стало то, что Украина отвлеклась на решение внутренних вопросов. Путин хладнокровно выждал, и вот как ядовитая змея, так сказать, спокойно выстрелила и нанесла удар. И намерение, так сказать, устроить вот эту кровавую бойню у Путина было давно. Но он реализовал ее тогда, когда ему показалось, что к этому все готово. Игорь Александрович, еще важная тема, это 9 мая, как Россия будет праздновать День Победы. Красную почту Москвы закрывают с 27 апреля по 10 мая в Главном управлении разведки и Минобороны. Россиянам посоветовали не идти на парад 9 мая. Это официальная позиция спикер ГУР Минобороны Адрей Юсов. Вы и только один президент посетит парад в Москве. Это будет президент Кыргызстана. Все. Я бы хотела ваш взгляд услышать. Что касается вот этого одиночества Путина на трибуне Мавзолея, там или где он будет находиться, я думаю, что такие случаи были, когда только один человек приезжал. Это был президент Чехии тогда, он тоже в одиночестве был. Потом молдавский президент Дадон тоже был, если не ошибаюсь, один представлен на праздновании 9 мая. То есть такие случаи были. Значит, Россия, безусловно, изолирована, но частично изолирована. То есть я не думаю, что были бы какие-нибудь проблемы серьезные с тем, чтобы пригласить какую-нибудь сателлитную организацию. Пригласить, например, Лукашенко. Ну что, он отказался бы? Я думаю, что и, ну и помимо этого, есть еще целый ряд стран, глава которых, в принципе, могли бы приехать. Но Путину почему-то не нужна была эта массовость. Ну, может быть, потому что если бы была какая-то массовость, то можно было бы уловить статистику, что Путину поддерживают исключительно тоталитарные и, так сказать, экономически неразвитые страны. И в данном случае была избрана такая линия поведения. То есть мы никого не приглашали, но вот президент Кыргызстана случайно оказался, вот зашел на огонек. Так что это вот такая вот история. Ну, а в целом отменили шествие бессмертного полка по понятным причинам, потому что было предсказуемо, что будет очень много людей нести, так сказать, портреты своих погибших в этой войне, а не в той, которая была в середине прошлого века. И между этими различными, так сказать, различными потерями может возникнуть конфликт. Вот. Это мотив отмены шествия. Я думаю, что в целом вообще вот тут же еще и, как известно, я думаю, что Украина не пропустит эту дату, эту акцию, и будет какой-то сюрприз от Украины. Тем более, что вообще загадывать на 9 мая, хотя оно уже очень-очень близко, сейчас конец апреля, но все равно мы не знаем, когда начнется наступление украинской армии, и поэтому вот это сейчас главный вопрос, который все остальное отодвигает на задний план. Да, Игорь Александрович, вот я вчера с Романом Светаном говорил, он говорит, ария 7-го, 5-го, 7-го мая, мы просто можем, знаете, обсуждать вероятные даты, но, наверное, единственный человек, кто знает, когда будет наступление вооруженных сил, два человека, это президент и главнокомандующий вооруженных сил, господин Залужин. Но я бы, Игорь Александрович, хотела бы с вами поговорить еще о дронах, о беспилотниках под Москвой, и вообще об этой тенденции, потому что вспомните, что Сатя Вашингтон-Пост неделю назад опубликовала информацию, что якобы на годовщину вторжения полномасштабного гурминобороны разведчики готовили акции на территории России, удары по военным объектам, и якобы Соединенные Штаты Америки отговорили их от этого, но в перспективе это все возможно, дали атаки беспилотников под Москве, ну и, соответственно, как вы вообще оцениваете подобную информацию, и о том, что война перейдет еще более на территорию России, и по военным объектам на территории России будут наноситься эти удары или атаки дронами. Вы знаете, Дарья, я думаю, что война 100% перейдет на территорию России, просто так не бывает, что, значит, воюют две страны, одна из них наносит удары по мирным городам на другой страны, а другая отвечает только ударами по военным объектам на своей же территории. Война обязательно придет на территорию России, потому что везде, в Москве в том числе, есть военные объекты, которые являются законными целями украинской армии. Так что война обязательно придет. Значит, в каком масштабе, в какой форме, это отдельный разговор, но она обязательно придет. Что касается каких-то сюрпризов на 9 мая, то журналисты уже отметили, в кабинете Буданова висит карта Москвы. Это такая некая информационная провокация. Ну, конечно, это, понимаете, вообще Буданов, как и, ну, пожалуй, я бы здесь исключение сделал для генерала Залужного, может, я не все его выступления, он, кстати, довольно молчаливый главнокомандующий, в отличие от Буданова, который постоянно создает информационные поводы. Так вот, высшее военное и политическое руководство Украины активно участвует в информационной войне. И вот информационная война – это дезинформация противника, это психологическое давление, то есть это масса всяких приемов. И Буданов очень активно использует все эти приемы в своей деятельности. В частности, вот, ну, случайно так вот показанная карта Москвы, журналистам продемонстрирована, естественно, это прием, да, это расчет на то, что это будет широко распространено, это будет такой прием, так сказать, подавления, создания паники в руководстве Москвы, в руководстве России. Значит, надо сказать, что и президент Зеленский не был чувству подобного рода участия в информационной войне, знаменитое его выступление, когда, и не одно выступление, когда он говорил, что удары будут наноситься по Херсону для освобождения, тогда еще Херсон не был освобожден, для того, чтобы освободить Херсон, а вместо этого украинская армия провела блестящую операцию на территории Харьковской области. То есть, явно был отвлекающий маневр, явно была дезинформация противника. Поэтому, вот, то, что говорит Буданов, это всегда, это всегда ИПСО, это всегда информационная, психологическая операция для, так сказать, того, чтобы противная сторона, руководство вражеской армии и вражеского государства забеспокоилось, начало совершать ошибки и так далее. То есть, в данном случае мы понимаем, что речь идет именно о информационной спецоперации. Вы смотрите, Игорь Александрович, вновь Буданов, он никогда не меняет свое мнение, он все время говорит о том, что Крым будет освобожден, мы выйдем на границу 1991 года в этом году. Вот сейчас, в последний его интервью, он сказал, что Путин не применит тактическое ядерное оружие, когда вооруженные силы Украины подойдут в Крым. Это его мнение. И вот его информация, опять же, сразу же вооруженные силы Российской Федерации усилили оборону Крыма после взрыва в Севастополе. Корабли вооруженные силы Российской Федерации патрулируют воды. Патрульные катеры, вертолетные патрули, дельфины боевые. То есть вообще Крым сейчас усиливается как только можно. Опять же, как расценивать тоже слова господина Буданова? Я думаю, что в данном случае, с одной стороны, это, безусловно, попытка воздействовать на сознание врага, поселить панику. Это, безусловно, присутствует. Тем более, что я думаю, что все военные эксперты сходятся к тому, что атака на Крым для украинской армии начнется с момента уничтожения Керченского моста. То есть для того, чтобы сделать Крым островом. История показывает, что удержать Крым в такой ситуации просто невозможно. И поэтому он, так сказать, Буданов создает условия для паники. Условия для паники. Потому что Крым, который сопротивляется, что называется, до последнего солдата, это неприятная история. Это большое количество гибнущих людей со стороны украинской армии. Поэтому я думаю, что вот эта составляющая информационно-психологической операции, она тоже важна. Чтобы была паника, чтобы побежали. Ну, а дальше, те, кто не спрятался, никто не виноват. Что касается того, что Крым будет освобожден в этом году, это очень вероятно. Здесь ничего такого выходящего за пределы обычного прогноза Буданов не сказал. Что касается полного завершения войны в этом году, ну, здесь есть вопрос. Я не готов участвовать в дискуссии военных специалистов. По крайней мере, не все говорят, что в этом году война закончится. Но Буданов при исполнении, он должен вселять уверенность в своих солдатах. Игорь Александрович, вот этими словами вы тоже подтверждаете мнение многих аналитиков, что когда Украина деоккупирует Крым, это не будет концом войны. То есть, не взаимосвязывающие вещи. Понятно. Не совсем так. Смотрите, вот моя позиция, ее точно сформулировать, она такова. Мы живем, вероятно, в самом мире. Это первое. Почему это вероятно? Потому что нет вот какого-то, там, значит, как в законах Ньютона, да, вот физика. Значит, вот тут вариантов нет никаких. Тяжелое тело, которое вы сбрасываете с крыши там небоскреба, оно не полетит вверх, оно полетит вниз, если это предмет, лишенный какого-то источника движения. Вот. Оно вниз всегда полетит. Поэтому тут вероятность небольшая иного варианта. В случае с обществом, со страной, с войной, то мы живем в вероятностном мире. Может быть, скажем так, вероятность того, что Крым будет деоккупирован в этом году, она очень велика. Вероятность того, что в результате деоккупации Крыма война прекратится, не равна нулю. Не равна нулю. Такая вероятность есть. Потому что Крым может запустить дооккупация Крыма, освобождение его, отторжение его от российского оккупанта, может запустить целый ряд процессов в сознании российских силовиков, в сознании российской политической элиты и в сознании российского общества. И эта возможность существует. Потому что, ну, обычно на это говорят, ну, вот смотрите, освободили же Херсон, и ничего страшного не случилось. Но все-таки Херсон в массовом сознании россиян и в сознании Путина, и в сознании его окружения, это, ну, это точно не, это точно не Россия. Так же, как, несмотря на оккупацию в части запорожской территории, Запорожье, то есть, если спросить россиянина среднего, ты как считаешь, Запорожье, это что? Это Россия? Да нет, какая-то Россия. Крым отдельная история. Почему Крым поддержали в таком массовом порядке? Во-первых, потому что, ну, все привыкли, и в том числе, и когда Крым был в составе Украины, все ездили в Крым и там отдыхали. И это было восприятие того, что, ну, вот это, мы же ездили все время, это же наше все. Вот, непонимание того, как устроим мир сегодня. Поэтому Крым воспринимается как сакральное место. Этому очень сильно способствовала пропаганда, поэтому я не исключаю возможности, что если Крым будет деоккупирован, то это запустит какие-то процессы в настроениях генералов и не только их военных в целом. Поэтому вероятность того, что после деоккупации Крыма Россия свалится в состоянии смуты, она существует, она достаточно велика. Что же касается других сценариев, понимаете, вот обрушение государства, оно зависит, а мы говорим сейчас именно об обрушении государства в результате тяжелого военного поражения, в частности в результате деоккупации Крыма. Обрушение государства зависит не только от объективных каких-то обстоятельств, что настроение изменится, но все-таки должны произойти какие-то личностные события для каких-то людей. поясню, что я имею в виду. Например, возможность, так сказать, то, что Советский Союз развалился, и это произошло не только благодаря тому, что там условия созрели, настроения людей были соответствующие, но и благодаря тому, что какие-то люди, почему невозможно стопроцентное прогнозирование исторических событий, потому что есть всегда место для свободы воли, свободы воли. Вот человек может поступить так, может поступить иначе. И когда были события, августовские события, соответственно, 91-го года, ГКЧП, то именно конкретные поступки конкретных людей изменили ситуацию, потому что ну вот генерал Лебедь, был направлен на то, чтобы подавить сопротивление Ельцина и его команды, взял и не выполнил приказ. Приказ Министерства обороны, на минуточку. Генерал Грачев, которого послали на то, чтобы разобраться с защитниками Белого дома, не выполнил приказ, это поступок. Ну и целый ряд других людей совершили какие-то поступки в этот момент. И в результате действительно Советский Союз упал. Если бы эти люди выполнили приказ, ну например Альфа, группа Альфа ФСБшная, КГБшная и так далее, тогда это было КГБ, она не выполнила приказ по штурму Белого дома. Это было решение и вот конкретная свобода воли в том числе и КГБшников из группы Альфа, они изменили ситуацию. То есть короче говоря, какие-то конкретные люди должны предпринять или не предпринять какие-то конкретные действия. А это зависит вот от этой свободы воли, которая у них в голове есть. Поэтому найдется ли человек, который вот это вот ненависть к Путину конвертирует в какие-то действия. Особенно в момент, когда это ненависть и разочарование обострятся в связи, например, с дооккупацией Крым. За что умирали, если Крым все равно вернули? Зачем устроил войну 24 февраля? Для того, чтобы потерять то, что раньше было. Я сейчас говорю с позиции патриота, с позиции имперства. Понимаете, с позиции имперства, если Крым будет дооккупирован, то действие Путина выглядит как предательство. Он же был наш, а теперь не наш. Вот результат его действия. Поэтому возможность того, что на этом истории России закончится, она существует. Но она далека от 100%. Почему? Потому что за 23 года своей власти Путин все-таки сумел подобрать в том числе и военное руководство абсолютных микробов. То есть это какие-то инфузории туфельки, амебы, которые настолько ничтожны, что они не могут даже офицерскую честь отстоять. Это уменьшает вероятность завершения войны, вот то, что я только что сказал, уменьшает вероятность завершения войны после того, как Крым будет дооккупирован. Но в любом случае это отсроченная история. Поэтому я думаю, что рано или поздно все равно недовольство прежде всего силовиков сыграет свою роль и это откроет дорогу смути и возможности и собственно говоря история России на этом просто закончится. Потому что дальнейшей энергетики и сил для того, чтобы возродить империю уже не будет. Так что теоретически возможно, что генерал Буданов прав. По крайней мере раньше он вроде никогда в прогнозах не ошибался. Игорь Александрович, вы сейчас сказали о том, что история России может закончиться, то есть она может распасться. Это вот первый вопрос. И второй момент, опять же, цитирую господина Буданова, тоже ваша рефлексия интересна. Буданов заявил, что российские элиты уже больше года рассматривают новую кандидатуру, вариант смены власти, но никак не могут к этому прийти. Они рассматривают вариант дворцового мятежа, дворцового переворота против Путина, но этот дворцовый переворот широкая общественность якобы не увидит. Уже есть несколько вариантов на кандидатуру преемника Путина, то есть несколько вариантов, но фамилии Буданов естественно не назвал. Вы согласны с этим? И вот про то, что Россия перестанет существовать в нынешнем формате? Вот эти два момента. Ну, опять-таки, это два разных сценария. Сценарий, при котором совершается дворцовый переворот и вместо Путина кто-то встает, с моей точки зрения он не очень вероятен, прежде всего потому, что путинский режим это персоналистская диктатура и как правило подобного рода фашистские режимы они рушились после так сказать после в том числе после гибели даже если не было военного поражения то есть они рушились в двух случаях первое это в результате военного поражения тяжелого как это было с Гитлером с Муссолини и там с японским императором и фашистский режим переставал существовать потому что военное поражение там оккупация и так далее значит в случае с Россией это не очень вероятно потому что военное поражение будет а оккупация России не будет это совершенно очевидно то есть это разница между концом гитлеровского рейха и тем что ожидает Россия никто Россию оккупировать не будет Украина не пошлет свои танки на Москву Запад не высадит десант на Красной площади этого ничего не будет поэтому вот ситуация такая распад да и поставить кого-то вместо Путина здесь есть проблема потому что сегодняшнее устройство государственной власти в России таково что у власти находится под Путиным находится несколько кланов которые очень не любят друг друга это разные кланы которые на которых ориентированы разные силовики и так далее вот вся эта конструкция собирается таким так сказать собирательной скрепой для этого конструкции является лично Путин лично не должность президента а лично Путин потому что именно на него ориентируется как на арбитра как на такого криминального авторитета как на вора в законе ориентируются все эти преступные кланы на которые разбит путинский режим и не может быть никакой замены потому что любая фигура которая будет выдвинута она будет выдвинута одной стороной а вторая сторона ее не примет поэтому я считаю что вероятность того что да они могут назначить какого-то преемника но скорее всего они не получат консенсуса по этому поводу и я думаю что заменить Путина в этом в этом качестве просто невозможно а вот что касается развала да стихия центробежных настроений она очень сильна и Россия в принципе готова сейчас к развалу потому что все регионы ненавидят Москву лютой ненавистью потому что Москва высасывает из них соки значит очень очень вам в сознании многих региональных жителей регионов существует память о предыдущей государственности скажем у Татарстана у Якутии там у других в других регионах и главное что элита этих регионов то есть главы администрации они спят и видят конечно как бы перестать платить эту гигантскую дань Москве и самим стать независимыми государствами поэтому я думаю что тенденции распада могут уменьшаться успехом но тем не менее еще раз подчеркиваю мы живем в вероятностном мире поэтому надо просто следить за событиями и понимать к чему что ведет Игорь Александрович в любом случае мы ждем наступления вооруженных сил которое решит многое если не все я бы хотела еще две темы последних с вами обсудить если Японии не согласились с планом Соединенных Штатов Америки по запрету почти всего экспорта в Россию об этом сообщает британское издание Financial Times Игорь Александрович почему вообще зачем это нужно было заявлять странам Большой Семерки если по этому поводу нет соглашения если Япония против нет ну так бывает что какие-то заявления так бывает что какие-то какие-то стремления не все разделяют Запад это все-таки не ну имею ввиду большой Запад не географически а большой куда входит и Япония и Австралия и целый ряд других стран тот же самый Тайвань и Сингапур тоже относятся к этой же части цивилизации но в любом случае единство в целом по поддержке Украины по так сказать представлению ей вооружения это единство не означает что они по всем вопросам едины ну например та же самая Польша и другие страны Восточной Европы они стали скептично относиться к там к украинскому экспорту зерна и это одно другому не противоречит потому что у них есть своя экономика и они они не готовы так сказать перестать ее защищать что же касается вот полного запрета на экспорт ну да вот как бы национальное правительство посчитали результаты этого запрета сочли что цена слишком высока я думаю что это не окончательное решение я думаю что это не окончательное решение потому что ну во первых значит вот эта политика в хорошем смысле слова национального эгоизма она неизбежна для ну иначе человек который не исповедует в том или ином виде эту концепцию национального эгоизма он просто не может удержаться удержаться у власти потому что он будет работать против своих избирателей но с другой стороны сейчас все-таки понимание того что Россия представляет собой огромную опасность для всего мира я думаю что в конечном итоге ну как-то сдвинут позиции стран которые это не поддерживают я думаю я думаю что эта позиция может быть изменена Игорь Александрович в завершении нашей беседы сегодняшний Джо Байден президент Соединенных Штатов официально заявил что он будет балансироваться вот участвует в выборах президента в 2024 году осенью 2024 пройдут выборы вы знаете вот очень важный момент все американские политологи американский политик Юрий Рашкин Юрий Швец мне говорили в эфире что для Байдена очень важно и это было бы плюсом закончить войну победой Украины до президентских выборов 2024 года потому что таким образом это усилит его позиции как вы считаете насколько это реалистично то есть что по сути мы обязательно до 2024 года выиграем потому что Америка сделает все для того чтобы Байден пошел на президентские выборы с таким сильным козырем как президент который принес мир Европе вы знаете во первых я должен сказать что я считаю что выдвижение Байдена вне зависимости от того как мы оцениваем политическую физическую форму Байдена его возраст и как мы оцениваем его политический бэкграунд решение Байдена баллотироваться это очень хорошая новость прежде всего потому что в противном случае если Байден не заявил бы или наоборот заявил бы о том что он не собирается баллотироваться он мгновенно превратился бы в хромую утку то есть это был бы человек с которым не очень считаются и здесь вполне возможно подняли бы голову трамписты и те люди которые не будучи трампистами все равно стоят на той позиции что не надо Украине помогать что этим деньгам можно найти более правильное применение и так далее то есть короче говоря вот заявление Байдена о том что он будет баллотироваться оно на пользу Украине то есть я сейчас сознательно отстраняюсь от возможной дискуссии с теми кто считает что Байден это плохой президент и лучше кто-то другой вот меня это сейчас совершенно не интересует потому что меня не очень беспокоит что будет с Соединенными Штатами Америки потому что это сильная страна состоявшаяся страна которая способна противостоять любым вызовам и если годы правления Трампа не погубили эту страну то ее мало что может погубить теперь что касается вот возможности помимо того что Байден будет всеми силами стремиться значит добиться успеха в этой войне и приложит для этого все усилия это хорошая новость еще и потому что одновременно с этим американский телеканал Fox News покинул самый главный враг вот я бы сказал так самый главный враг Украины самый большой сторонник значит Трампа сторонник консерватизма бракобесия и так далее и тому подобное это конечно Такер Карлсон я считаю что это очень важное событие не менее важное событие чем то которое вы только что обозначили чем выдвижение Байдена на новый срок потому что изъятие Такера Карлсона из медийного пространства я не знаю куда он денется значит его уже активно этого Такера Карлсона приглашают на Russia Today приглашают на телеканал Россия 1 и так сказать и Соловьев и Скобеева и значит Маргарита Симонян уже позвали Такера Карлсона к себе но даже если он примет это приглашение все равно это уже будет не национальный это уже будет не несколько миллионов просмотров каждый раз в каждом из своих сюжетов Карлсон говорил о том что Украине надо помогать Украина это как он выражался по меркам Америки это вообще диктатура вот и это воздействует он работает с миллионами с многомиллионными аудиториями которые в свою очередь давят на Конгресс поэтому уход Такера Карлсона это хорошая новость Игорь Александрович я благодарю вас за это время которое вы нашли для моего ютуб канала друзья подписывайтесь на ютуб канал Игорь Александрович Яковенко ссылка тоже в описании подписывайтесь на мой ютуб канал Игорь Александрович спасибо вам большое каждый раз каждую неделю встречаемся с вами и обсуждаем актуальные события со всех континентов Благодарю вас поставьте лайк напишите комментарий откуда вы нас смотрите география нам очень важна я читаю все комментарии напишите критику аналитику все читаем на все реагируем спасибо вам большое слава Украине героям слава